Хотя на полях еще лежит снег, однако приближение настоящей весны ощущается все отчетливее. А это значит, что сельскохозяйственным организациям пора завершать подготовку техники и быть готовыми к началу полевых работ. На прошедшей неделе этот вопрос рассмотрели на заседании облсполкома. Прозвучавшие выводы оказались приятными далеко не для всех. С ситуацией ознакомились наши корреспонденты. Конкретные сроки начала массовых полевых работ сегодня еще не озвучиваются. Все будет зависеть от погоды. Однако случиться это может уже совсем скоро. Причем провести посевную нужно в оптимальные сроки. Иначе осенью можно опять недосчитаться десятков тонн потерянного урожая. И еще одна особенность этого года. С учетом проблем, возникших прошлым летом в связи с неблагоприятной погодой, в этом году в структуру посевных площадей внесли коррективы. Планируется увеличение посевных площадей кукурузы на зерно до 113 тысяч гектаров. В сравнении с прошлым годом было около 60. Поэтому практически в два раза увеличиваем в структуре посевных площадей кукурузу на зерно. На предприятиях системы Агросервиса сегодня ремонтируют всю линейку сельскохозяйственной техники, производимой в Беларуси. Плюс ремонт насыщенных электроникой импортных двигателей практически всех существующих моделей. Привезти их в надлежащее состояние в ремонтных мастерских сельскохозяйственных организаций невозможно. Для этого нужно специальное оборудование и стенды. Другое дело, что в хозяйствах не всегда есть необходимые для расчетов средства. В связи с чем в Агросервисе готовы рассматривать различные варианты. Мы любые формы применяем. Что берем зерно, что металлолом, что мясом, что переводы долго. Дровами готовы брать. Дуб, граб. Ну, разные источники. Учитывая ситуацию, в которой находятся сельхозпроизводители, естественно, мы идем навстречу. Это, конечно, не совсем удобно, но вместе с тем, это все-таки толчок к тому, чтобы ремонт производился, ремонт шел и чтобы он завершился вовремя. Вся сельскохозяйственная техника, которая будет задействована на пассивных работах, должна была быть отремонтирована до начала этого месяца. Однако пока по ряду позиций разработанные графики не выдерживаются. Вместе с принятием мер по исправлению ситуации в Гомельской области начался процесс обновления технического парка. В прошлом году в рамках государственной чернобыльской программы для сельскохозяйственных предприятий области приобрели более 100 тракторов. Планы на этот год еще более масштабные. Аппаратка 1500 единиц. Это и тракторы энергонасыщенные 35-22, это и почвообработка к ним, это и кормоуборочные комбайны, это и зерноуборочные комбайны, это и автомобили МАЗ, которые именно будут для ферм, для того, чтобы обеспечивать работу на ферме. Алексей Натюров, Олеся Руденкова, Валерий Гопанько. Новости недели.